Но ранее Очаковская живет в ПВР неделю. Обстановка в родном Грайвороне не оставила ей выбора. Между жизнью в приграничном округе в ожидании, когда закончатся обстрелы, и своим здоровьем она выбрала второе. У меня там сын остался, кормит соседских собак, и это неспокойно. У Нурании проблемы с сердцем и сосудами, поэтому консультация врача была очень нужна. То война, то пандемия давно не была, поэтому решила пройти обследование. Я довольна всем, все хорошо. Еще один пациент поезда, 81-летний Юрий Данилович Мельников, пришел с жалобой на головокружение. Я на поезде здоровья был, у меня было головокружение, оно не сейчас, иногда бывает. Вот я трость нашу с собой, здесь все нормально, никаких претензий нет. А так, вот, я вообще сюда и не хотел попадать, ну просто вот то, что жена завинтела. Поехали, поехали, вот, выехали. В условиях мобильного диагностического комплекса пациентам проводят кардиограмму сердца, делают анализ на сахар и холестерин, контролируют давление, сатурацию. Здесь же консультируют терапевт. Во втором составе проходит флюорографию. Просили, чтобы не создавать очереди, постепенно, вот можете обратить внимание, что на лавочках граждане сидят, отдыхают, то есть они видят, кто-то зашел, кто-то вышел, они периодически спокойно подходят. В этом ПВР поезд здоровья, как планируется, будет находиться неделю. Оксана Черных, Дмитрий Желяков. Такой день на Мире Белогорье. Дмитрий Желяков, Дмитрий Желяков, Дмитрий Желяков.